Этот закон давно известен и интересен, мир без песен, но если даже дождь идет с утра, надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой. Песня с таким названием должна стать гимном одноименного проекта телеканала ОТВ, тем более в таком ярком и позитивном исполнении. Здесь, на индивидуальных занятиях с наставником, Нина отрабатывает каждую ноту, чтобы зрители финального концерта буквально пустились в пляс. Эту песню с Ниной мы выбрали буквально моментально, вот так вот стихами. Просто я услышал в ее голосе эти интонации, те, которые в этой песне необходимы. У нее очень легкий полетный голос, голос очень молодой, искрящийся, с блеском. А в этой песне, пела ее Лариса Мондрус, есть эти интонации, есть эти вот эти взлеты. Проснись и пой, проснись и пой. Я их слышу в голосе, поэтому выбор пал именно на эту композицию. Я считаю, есть все шансы спеть ее достойно. Нина Храмова не просто финалистка третьего сезона проекта «Проснись и пой». Она в третий раз участвует в нашем конкурсе ради того, чтобы поработать с именитыми наставниками. Именно эти индивидуальные занятия – ее давняя мечта. Мое это вот, я знаю, что это мое, это я вся в песне. И мне нужно красиво для людей, для себя и вообще научиться петь. Я думаю, что Рустам может мне вот это вот сделать, помочь выйти на это пение. Друзья называют Нину Храмову зажигалкой и считают, что как только она начинает петь, все вокруг заряжаются положительной энергией. Зажгет ли она членов жюри, мы узнаем уже в декабре. На финальном концерте проекта «Проснись и пой».